Мне кажется, мы все должны осознать, что нельзя сейчас, наверное, иметь стратегии на 5, на 10, 15, 20, 50 лет, потому что меняется не только экономика, меняется не только макроэкономика, меняются технологии, а самое главное, меняются очень сильно те, ради кого мы работаем. Сегодня этот человек, он один, через год это будет совершенно другой человек, и ты вынужден иметь стратегию такую очень, мне кажется, забавную, то есть она у тебя минимизируется до каких-то очень, либо очень огромных, понятных задач, как для компании в целом, ну то есть в какой компании ты хочешь быть, как этого теоретически достичь, да, но все то, что касается тактической стратегии, как сделать, да, ты вынужден реагировать очень быстро, переобуваться в прыжке, вот, потом, естественно, за это огребать, потому что вроде бы ты как-то сказал так, а буквально через 3 месяца принимаешь кардинально другое решение, понимая, что через 6 месяцев то, что ты запланировал делать полгода назад, будет совершенно неактуален, поэтому стратегия нужна, но мы сейчас все учимся жить в совершенно другом темпе, в другом мире, поэтому нужно быть всегда готовым сделать 2 шага назад, посмотреть внимательно на то, что ты напланировал, придумал и даже посчитал, и, возможно, все кардинальным образом поменять. Основная задача руководителя и предпринимателя – это создавать стоимость своей компании. Мне раньше, например, казалось, что нужно, самое главное – сделать лучший в мире продукт, или построить самую быструю, большую, международную сеть кофеек, или, например, иметь самую классную, сплоченную, веселую команду, которая все равно всех порвет. У меня было много разных идей, которые, как мне казалось, должны выполнять руководители, иметь свои главные, свои приоритеты, мои задачи. Но вот когда ты приходишь к определенной стадии компании, ее нахождении на рынке, ее размеру и так далее, каким-то стадиям роста, то ты неожиданно сталкиваешься с тем, что на самом деле единственная твоя задача была – это создавать стоимость компании. Потому что это именно то, чем в итоге оперирует руководитель, и то, за что он несет ответственность перед рынком, перед акционерами, перед самим собой. Наш российский бизнес уже дорос до того, чтобы мы начали оперировать вот такими понятиями. Мы учимся, мы учим новые слова, мы учим новые документы, которые мы ни разу в жизни не видели. Мы начинаем серьезно размышлять о том, что такое соглашение акционеров, и в какой юрисдикции его правильно подписывать. То есть ты начинаешь этому учиться, а времени, как обычно, нет. То есть у тебя нет возможности два года пойти, проконсультироваться, поучиться. То есть мир, во-первых, убежит, компания, с ней еще что-нибудь может случиться, если ты не предпримешь правильные шаги и не сделаешь какие-то для себя верные внутренние установки. Поэтому самая главная боль на данный момент, если говорить о том, как ежегодно или хотя бы раз в 3-4 года серьезным образом увеличивать стоимость компании. И когда ты это сделал, что с этим дальше делать? Для нас стоимость компании – это, конечно, ее размер. То есть количество открытых кофеен, количество точек, где наш продукт можно купить. Ну, например, если мы поставим наши напитки в супермаркеты, к примеру, да, давайте представим, что мы это сделаем. В этом случае, конечно, компания сразу стоит дороже. Или там, например, открытие точек на хорошо сформированных и хорошо продающихся рынках. В Штатах, например, или там в Англии. То есть в каких-то странах, где стоимость компании – это вообще ежедневная, нудная, обычная операция для всех участников рынка. Поэтому, то есть вот есть много разных шагов, но самое главное, все равно я считаю, если мы хотим, чтобы компания в долгосрочной перспективе стоила долга, очень мало иметь красивую обертку, обязательно так или иначе заниматься своим основным продуктом. Если нет конкурентного преимущества в основном продукте, и если ты не смотришь за тем, что происходит на рынке, и не осознаешь, на самом деле, что кто-то тебя уже догоняет, кто-то пытается обогнать, кто-то на твоей экспертизе строит свою компанию, да, в таких случаях масса. И если у тебя нет идей или стратегии, как вам, наверное, комфортнее это называть, о том, что ты будешь делать, как ты будешь отвечать на эти вызовы, которые каждый день в тебя летят со всех сторон, да, то есть мы иногда чувствуем себя, знаете, в теннисистом тренировке, в которую пушка из этих мячиков стреляет, а ты ракеткой, значит, там отбиваешь каждую секунду новый мяч, не понимая, откуда он летит и, собственно, как его правильно отбить. Но все это, если у тебя есть твердое основание с точки зрения твоего продукта, если ты точно знаешь, чем ты занимаешься, и здесь у тебя нет, вот в фундаменте нет каких-то слабых лиц, то, в принципе, любая задача, наверное, решаема. Если у вас сеть, например, у вас есть продукт народного потребления, как у нас в нашем случае кофе, то мы для того, чтобы увеличить стоимость своей компании, что нужно сделать? В первую очередь нужно думать о том, как увеличить количество точек, то есть открыть больше кофеин. Все очень банально. Быть лучше всех, быть быстрее всех, и быстрее принимать решения и двигаться, двигаться быстрее, чем рынок. Первая задача. Вторая задача – это увеличить присутствие бренда, то есть выйти за границы того, что есть сейчас. То есть если вы есть только в рамках своих собственных кофеин, то следующий шаг – попробовать выйти в розницу. К примеру, там, в розничный магазин со своим каким-то продуктом, который может быть востребован обычным покупателем, который идет мимо полки, например, с прохладительными напитками, и тут видит, вот, кофе-тоник, что-то новое, прикольное, попробовал все, стал покупать дальше домой. Это второй момент. То есть мы ищем новые горизонты, новые границы, новые схожие с нами сферы бизнеса, куда мы можем прийти. И третий совет – это выбрать рынок, может быть, он более сложный, может быть, он менее понятный, более из-за этого рискованный, но на нем то, что вы делаете, стоит дороже. Например, сложившись в финансовый рынок. В Штатах или в Англии, или, возможно, даже в Китае, но я бы сфокусировалась, например, сейчас на Соединенных Штатах, потому что там, открыть там 10 кофеин, например, и здесь 10 кофеин – это абсолютно разная стоимость компании и разница в миллионы долларов. Честно сказать, в Москве сейчас кофейня из любого почтового ящика на вас смотрят. В Штатах не так. Ну, например, да. Во-вторых, в Штатах рынок спешлти кофе пока не такой огромный, хотя он в разы больше нашего, но если посмотреть, то он сконцентрирован в определенных городах, и там есть еще где расти, и точно совершенно есть где открываться. Инсайты, мне кажется, это такой трюк маркетологов из больших корпораций, придуманных, потому что они опрашивают огромное количество людей и находят какую-то зависимость, и для этой зависимости предлагают что-то очень массовое. Когда мы говорим про небольшие компании, вот игры в тренды, они могут нас завести в очень странные закоулки минусовые, из которых потом придется долго вылезать. Потому что маленькие тренды, если ты его начинаешь как маленькая компания, то ты все тяготы спахивания целены, взваливаешь на себя, да, и скорее всего, у тебя не хватит ни денег, ни сил, ни мозгов и всего остального. Людей банально не хватит для того, чтобы из этого маленького тренда, но подготовишь для больших корпораций, просто откроешь им дорожку. Пожалуйста, заходите и забирайте все сливки. Если же говорить про узкоспециальные тренды, ну, например, какие сейчас модно кофемолки, или там замораживали кофе перед помолом, об этом можно говорить. Это очень тяжело внедрять в кофейне, да, как таковые. Но, тем не менее, есть глобальный тренд, в котором уже поучаствовали все большие корпорации. К примеру, это все, что связано со здоровым образом жизни и якобы спасением планеты. Безусловно, есть вещи, которые мы привнесли в кофейный сегмент, да, и две самые яркие вещи – это пить черный кофе, заваренный всякими разными способами. И это стало трендом, об этом стали говорить. Многие кофейне даже пытались на этом построить весь свой кофейный бизнес, что они будут варить только черный кофе. Но, тем не менее, у нас, если, когда мы начинали потребление черного кофе в чистом виде, мы без всего, было на уровне, там, 5-7% от общего потребления кофейник, да, то сейчас это уже доходит до 35%, иногда и 40% каких-то кофейников. Второе, что мы привнесли – это абсолютно противоположный полюс, да, это сладкие напитки со сливочками, сиропчиками разными сваренными в кофейне, да. Мы показали рынку, что, несмотря на то, что мы абсолютно профессионально занимаемся своим основным продуктом, мы с помощью этого продукта использовали как ингредиент, смешивая в фантастических каких-то комбинациях с другими ингредиентами, можем получать очень вкусный напиток. Такие вот десертные кофейные напитки тоже, это стало трендом сейчас в любой абсолютно кофейне. Вы найдете разные вариации смешивания кофе с молоком, со сливками, с карамелью или еще с какими-то добавками не из химических бутылок, да, а когда это все сделано руками людей. Очень много было, мне кажется, таких сложных и непонятных ситуаций есть. Знаменитая наша история, как мы за первый год потратили миллион долларов, непонятно куда. Вот, и после этого нас не было денег ни на что. И нам было очень тяжело с этим справиться, потому что надо было либо тогда прям все закрыть, либо найти способ, как выбраться из ямы и продолжить нормальную операционную деятельность. Вот, мы тогда с этим справились, и для нас, мне кажется, это таким был хорошим уроком, о том, что нужно внимательно следить за финансами, за тем, что мы делали. Есть традиционная притча про есть мамонта по частям, вот, и слона по частям, не нужно сразу пытаться найти миллион долларов, например, да. Иногда и сто тысяч рублей могут спасти ситуацию, иногда какие-то, то есть, это всегда, мне кажется, выстроение таких маленьких шагов поступательных, а дальше какое-нибудь большое везение. Безусловно, любые твои неудачи, неправильные решения, маленькие, большие, они очень сильно тебя меняют, если ты думающий человек, который способен анализировать не только кто кому чего сказал, да, еще и какие-то бизнес-составляющие, пытаться выстроить какие-то планы или зависимости и так далее. Поэтому, если ты пытаешься проанализировать и выстроить какие-то связи, то, конечно, у тебя много чего меняется. У тебя меняется твое отношение к людям. Например, очень часто во всех сложных ситуациях, они бывают в любом бизнесе, ты очень хорошо начинаешь узнавать тех, с кем ты работаешь. Это то, чему учат сложные ситуации в бизнесе. Ты видишь, кто на самом деле твоя команда, а кто здесь только ради денег, или ради славы, или ради опыта. Мне кажется, человек, который создает что-то новое, он не должен пытаться взять какую-то готовую практику, и наложить на свой опыт, и тогда что-то такое новое изобрести. Обычно так не получается. Если вы хотите новый какой-то проект, новый бизнес, это надо черпать внутри. А вот для того, чтобы внутри быть богатым и сильным человеком, вот тут есть очень много нюансов, которыми надо заняться. Безусловно, для того, чтобы быть внутренне богатым, ты должен смотреть, чем ты питаешься. Я не в смысле продуктов, авокадо, тосты, а то чем ты пытаешься в мозг, чем ты пытаешься в внутреннюю сущность. И если все, чем мы питаемся, это соцсети, какие-то непонятные новости, политика и так далее, то, скорее всего, у нас не будет ничего получаться, потому что будет один негатив, и у нас не будет внутренней силы для того, чтобы запустить что-то, зачем пойдут люди. Вот, поэтому мне кажется, что нужно очень внимательно следить за тем, что попадает внутрь. Я очень люблю гулять. Я вообще по возможности хожу там по 15-20 километров. Вот по Москве мне очень нравится гулять. Вот вечером тихо, спокойно, хорошая погода, и ты гуляешь с кем-нибудь, с кем тебе приятно молчать или общаться, и это позволяет тебе, наверное, как-то просто себя перезагрузить. Вот, ну, плюс все знают, я в церковь хожу, поэтому это для меня важная часть жизни, и это, конечно, позволяет очень сильно себя отвлекать от вообще любых вопросов. Когда мне нужно что-то важное создать или продумать, я всегда пишу от руки. Вот, у меня в этом случае совершенно по-другому работает голова, и мне намного легче сформулировать мысли, и точнее все распланировать, и, наверное, так более точечно проработать какие-то вопросы. Приходите в ноябре в Атланты-Сити на глобальную стратегическую сессию. Я с удовольствием с вами вместе пообщаюсь, повеселимся, обсудим сложные и простые вопросы, стараемся придумать новые стратегии и просто отлично провести время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова